Добрый день, дорогие гости! Мы очень рады приветствовать вас всех сегодня на нашем очередном мероприятии, которое вы уже, конечно, возможно, все знаете. Сегодня мы собрались с вами в Мистерстан. Цель сегодняшнего нашего мероприятия в том, что сегодня у нас будет поддержка нашего спортсмена, паралимпийца, 12-кратного чемпиона Азии, 7-кратного призера мира, чемпиона мира по армрестнингу Акмала Абла Азизовича Кадирова в рамках проекта ТОЖИКСТОН БАБЛЕШ. Это наша уже очередная шестая встреча с нашими спортсменами. И это уже стало, как вы знаете, очень такой, стало доброй традицией. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться и дальше. И сейчас я хочу предоставить слово генеральному директору компании «Формула-55» получаю Бахом Саныча, пожалуйста. Здравствуйте. Благодарю вас, дорогие коллеги. Во-первых, хотел бы попросить прощения за задержку. Отнял ваших действий в свое время. Как вы все уже знаете, традиционно наш проект, Тургестон Батвич, идет своим чередом с начала года. Как и говорил я ранее, что это направление этого проекта связано с тем, чтобы мотивировать спортсменов для достижения их целей и результатов, которые они поставили перед собой. Сегодня, значит, мы, как вы отметили, награждаем Питер. 12-ти кратного чеку в Азии, это такое очень громкое заявление. Я думаю, что еще раз это стоит аплодисментов наших. Помимо этого, наша компания ведет проект «Орзунек». «Орзунек», значит, в ближайшее время у нас будет ремонт зала, да, у нас сейчас вот это в планах «Эйрочек», «Эшвэс». Значит, мы ремонтируем зал тоже по олимпийцам в городе Боададе. Этот зал уже выпустил ученики милиции спортсменов. Они обратились к нам за помощью, чтобы обладать этот зал. В ближайшее время будет репортаж, и все остальное мы увидимся в соцсетях или на нашей страничке. Что могу сказать? Пожелаю вам удачи, да, на Олимпиаде. Как говорится, Олимпиада – это самая большая мечта любого спортсмена. Показать там результат и прийти к главе, ну, с высоким водитой головой на свободе. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарим вас, Бархом Устам, за вашу речь. И сейчас я бы хотела представить наших гостей, которые сегодня с нами тоже присутствуют. Сегодня у нас представитель комитета по делам молодежи и спорта Шахло Мухаммед Рахимов. АПЛОДИСМЕНТЫ И, как уже мы ранее сказали, наш дорогой и многоуважаемый спортсмен, многократный чемпион Азии и мира по арместингу Ахмал Абразидович Ахадиров. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотела сейчас представить слово председатель комитета Шахло Мухаммед Рахимов. Мы были в этом году, в институте, в том числе, США и США и службы по местности животным, в ношебном городе – живопись и миры, чемпионалы и район в Москве, У меня есть много людей, которые я не могу делать, но я уже не могу дать ее раз. Я сейчас очень стараюсь дать ее, я очень много дать в день. Как я делаю? У меня не было проблем с обеих проблем, я уже не могу ответить, когда я делаю все проблемы, В принципе, сухожи были получены толерами, в общих обзорах, сухожи, футбол, сухожи, Я не могу сказать, что это, что в решении этих вопросов было очень сложное. Мы каждый этот вопрос, которые учились в этой программе, которые учились в «Измены мудрым» и учились в «Измены мудрым» в «Измены мудрым», и они учились в «Измены мудрым». Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Кургатюбе! Добро пожаловать в Кургатюбе! И я первый раз в студию Куртедимы по толканию ядра и металлического диска. Ну, когда сами, знаете, наш известный спортсмен Дешил Назаров, когда он выиграл золотую медаль, честно говоря, я был самый последний человек, который вам поздравил и сказал, что постараюсь повторить ваш результат на паралитисфингерах. То, что я у него попросил как бы это на ДОА, чтобы он помолился за меня, что я начинаю это без спорта. И мы с ним тоже проходили тренировки, его тренировал наш. И постараюсь повторить его результат на паралитисфинге. Спасибо. Да, пожалуйста. Какой город, где вы участвовали в соревнованиях, понравилось вам больше всего? Почему? Честно говоря, самый тяжелый медаль, это было в 2010 году. Вот ребята были у меня в гостях, и дали мне эту медаль. Это медаль Чемпионата мира Америка, по-своему, с штат Невада. Потому что Армурестинг является национальным видом спорта американцев, там тяжело выиграть медаль. Но так получилось, что очень тяжело было доехать, получить эту главную визу, американскую визу. Потому что когда мы подошли в посольство получить визу, честно говоря, когда берут отпечатки пальцев у каждого человека, который сдаёт рекомендацию, они посмотрели на мои руки, что мои руки туда не помещаются. Они сказали, никаких проблем, вы завтра можете зайти за визой, можете получить визу. Потому что у вас уже видно, что у вас руки не помещаются. Честно говоря, 20 часов я летел до штата Невада-Лас-Вегаса, честно говоря, очень много проблем. Было тяжело подготовиться к детьму чемпионату. Это самый трудом спортом, да, вот эта медаль Чемпионата мира 60-го года. После этого я 4 года не выступал на Чемпионате мира, очень собрало самых сильнейших спортсменов. Это со сборной России два сильных спортсменов, которым мы боролись при поддержке федерации моего тренера. Я выступал на Чемпионате мира в Польше. Это было в Польше в 2014 году. Честно говоря, каждый год я занимал второе и третье место на Чемпионате мира. И так получилось, что подготовился на левую руку и стал чемпионом мира на правую. И так и получилось. Настроился на левую руку, а получилось было справой рукой. И в финале я был угол 10-кратного чемпиона мира, осиянина, представителя Дагестана, Исуфий Сухолевич. Это был самый, честно говоря, дорогой медаль для меня. Потому что после того, что так прозвучал гим Державистана, я поднял флаг. Честно говоря, у Держав Сид слезы получилось. Как-то сразу вышел. И президент Всемирной Федерации подошел, сказал Ахмал, вот мой мобильный телефон, ты можешь позволить домой, порадоваться. И показал очень хорошие результаты. Это была первая медаль. Первая медаль Чемпионата Азии я принес в 2005 году. Тренер подошел к нам в город из Травша. Когда у меня была нога полноценная, я занимался баскетболом. После того, как попал в аварию и потерял свою ногу, я начал заниматься арм-рестингом. И президент Хамид Закишко мне подошел и сказал, я слышу, что ты занимаешься арм-рестингом, я являюсь президентом арм-рестинга области. Хочу тебя пригласить на Чемпионат Азии. И первому Чемпионат Азии я принес первую золотую медаль Аджикистану. И в 2007 году Велика Турмова в Болгарии я принес бронзовую медаль Чемпионата мира. И так получилось, что я уже занимаюсь в прошлом 20-ти лет арм-рестингом. Перешел сюда на легкую атлетику, постараюсь принести медаль для радости своего народа. Честно говоря, это юбилей. И в 30-летие это будет очень большим нашим подарком. И самый последний чемпионат и, скажем, самый последний результат, статус для каждого спортсмена для Олимпийских. Я постараюсь выступить хорошо, не опозорить свою страну и поднять флаг тычево стану. Аплодисменты. 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 Какой поединок для вас был самый тяжелый? Самый тяжелый поединок у меня был в Лас-Велесе тоже. Я попал с спортсменом. Ну, в то время он заявил себя как человек с ограниченными возможностями. Просто у него образиться не только трех пальцев. Он ждал себя новым и его допустили как человека с ограниченными возможностями. Но с ним было очень тяжело бороться. Потому что это схватка была в хед-финал. Аплодисменты. Самой грязной борьбой это является, когда человек борется за грязными вот так туда. Это травмировать спортсмена. И, честно говоря, тяжело было с бразильцем бороться. Самая тяжелая борьба это у меня тоже было в 2009 году. Тоже с россиянином Ромом Грубликов. Тоже являясь всемигратным чемпионом мира. Финал, честно говоря, сильно тяжело было бороться. Там перелеты, другая погода. Климат другой. Ну, не смотря на все это, мы все умеем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Одна вопрос, Аранда. В детстве, наверное, каждый из представителей Гурцкого курса, как занимался Арнестиком, в садике в Кулинах, давайте померимся силам. Такой вопрос. Я знаю, что в Армельске есть секреты. Секреты, как правильно держать, какой угол делать, куда давить, чтобы выиграть садберики. Потому что, если садберики маленькие, они выиграют большие. Будешь не сказать моими секретами? Ну да, в Армельске есть свои секреты, честно. Главное, это самый главный секрет Армельсии, когда будем стартовать, старт самому. Вот. И есть некоторые складки борьбы, которые борьба, скажем, борьба вверху, это как вверхом борьбе с человеком. Есть борьба в кругу. Как будто так удобно. Есть борьба на три череса. Есть прямо борьба. Есть борьба на молоток, как называется, молоток. Прямо надевать. Ну четыре стиля. Возможно, самому старт должен быть хороший. То есть, наверное, если человек сильный, если старт не имеет, то он уже с вопросами проигрывает. Просто моих соперников, честно говоря, намного семей меня не является. Ну, за счет того, что мы со своим тренером много стартов обрабатываем. За свой штат и со стартов я выиграл. Я только в 2014 году стал лучшим сортикуком на чемпионате мира. А потом тренер сборной в России сказал, что Акмал, а что ты среди людей, с чем возможно бороться? Можно среди полноценных бороться. И после этого я начал бороться среди полноценных и стал треклальным чемпионом Азии среди полноценных. Спасибо большое. Вот такой вопрос. Есть? Да. Саламу алейкум, уважаемые гости. Какая вам? У меня больше не вопрос. Просьба. Расскажите, пожалуйста, о турнире, в котором вы со многими боролись за титул? Ну это тоже опять мы туда идем, в Америку. Потому что когда после встречи в Минске список наших с Аберикой, там было 28 человек. И я стоял рядом с этим списком и думал, что мне делать? Как мне дальше бороться? Вот. Потом подошел ко мне чемпион, тоже мой эмигрант, чемпион мира с турки своей Аяки и сказал, Акмал, с такими своими ногами ты думаешь, что пойдешь в тройку? Я говорю, я не знаю, список огромный, посмотрим. И так получилось, что я с девятых трех начал бороться до девяти ночи. И получилось, что попал в финал с этим турком, который, честно говоря, я говорю, что ты не попадешь в финал. И получилось, что я его выиграл. И получилось так, что у меня здесь отрыв локтя от стола. Был бразилийцей, главный судья. А с другой стороны судья был с Казахстана. Так получилось, что у меня было, ну, я не за себе отрыв локтя от стола. Но я его один раз выиграл. И, честно говоря, не удержался. Ваши эмоции, что я стал чемпионом мира. И стоял, и раз устанавливал, и отрыв локтя вон трогал. Ну, короче, я по нашему чуть-чуть его от материл, короче. А Казах, Казах же знает нас. Группа отношений с видёй, и второй фолл, и победу дает он. Получается, со всех, ну, людей, которые сколько лет занимаются ромбрестингом, единственный человек, который мне дали туда-обратный билет на Сегас, отешили 700 долларов, туда-обратный, через Москву. У меня было в кармане 300 долларов. Я 15 дней живу в Америке, и 15 дней, получас. У меня получилось. Так получилось. Спасибо. Спасибо. Мы в прошлом году в 2016 году и в 2016 году в 2019 году в 2014 году, во время завершения с Великой Уссио-Чемпионатой России, в 2014 году. Мы в 2014 году 2014 года закончились, и в 2014 году во время этого года, мы в 2014 году в 2014 году, и мы в 2014 году в 2014 году. Спасибо. Вот почему почему другие incoming Институт питания его уничтожать? нужно было в машине Дарму и Дарму и Дарму и Дарму и Дарму и Дарму . А что мы не знаем? Правильно? В нас мы знаем, чтоECT гнадурима? Нет? Да, я не знаю. Но это не еще одна проблема, чем мы знаем. И сейчас понятно, что-то неприятно. Я ольга сказал об этом, что у меня тендер, это очень здорово, а самому здорово, если вы доконнете литку, то мы рады. outro жизненный тренинг, как бы мне понравится, я очень серьезно, кто бы сделал это, для таких проблем componentes, я очень серьезно, это не собирая нас, насколько они удастся. Особенно не то, что мы помогаем. Но и мы с ними не помогем, Я не успею, а я не успею. Я не успею. Это сколько я не успею. Я не успею. Это не успею. Это кроме того, чего я не 우� qualquer συн năm лет. Это не успею. Я не успею. Я не успею свекать. Аг scholarship я не был. Он не успею. Агар так успею. Вы знаете, как вы эти произведения сегодня должны были применены, что вы делаете? В том числе вы считаете? Вы можете попробовать, как вы можете говорить о бортове и кишеварские? Да, на самом деле я стал принимать питьку по древности. Мотор меня к логике, когда я занимаюсь кролокоди, и не уходим. И нашими книгами – в чем? А потом делаю с одним рулением. И мне уже так просто нужно! Мне очень много. А потом, у меня есть пару слов, и я сообщил его. Я задавался мне обратно это, и сказал мне, что ничего нет. Когда сталкивался, у меня всё это так, и я ничего не так. Ахмав Абдулазийович, здравствуйте. Ну, будьте добры, вот с моим боссом и с Пахром Ростановичем. Вы начали, как раз, обсуждать такую вот научную сторону вашего вида спорта. Будьте добры, вот хотелось бы уточнить такой, можно сказать, два вопроса в одном. Первое, то есть это какую вообще, даже скорее, я думаю, что не область руки, потому что здесь еще другие мышцы, то есть какую мышцу или какую кость армрестерят травмируют чаще всего. И, соответственно, второй вопрос, что или как даже вы с вашим, как уважаемым наставником, отрабатывайте, чтобы эту область не подвергнуть риску высокой травматичности. Спасибо. Хороший вопрос. Если вы понимаете, вы понимаете, я вам, во-первых, хочу сказать, что о ООСу Хасанову, а не с ООСу Хасанову. С таким голосом, с таким вопросом, с таким вопросом нет, вы можете даже на UFC выступать без проблем. У меня на этом вопросе. Все, у меня не будет. Отвечательно. Я рад, что слышали, но, честно говоря, в шоке, пока мы начали. Честно, так много я еще не встречал. Но, в основном, лучевые тренировки, в основном, лучевые должны быть. В основном, армрестер, когда человек неправильно борется, непрофессиональный армрестер. Я много раз на улице встречался. Ребята борются, ломают две руки. И я не даю совет. Сперва разогрев, хороший разогрев. Размит на руку, плечи, ноги, спины и все. Все тело должно быть, согревается, где-то минут 15. После этого, потом начинается схватка. Сперва твой соперник, потом ты потихонечку разогрев сперва. В основном, руце суторжилия, суторжилия внутри, в кистели. Хвости иногда редко что-то с костями. В основном, травма получается здесь, в нижней части. Ну, при плече, в основном. И иногда бывает, что их кисти тоже травмируются сильно. Есть люди, которые живут и борются к кисти. Это запрещено, в основном, на чемпионатах мира. Потому что травма много из этого. И травмируются соперник одновременно, и сам спортсмен. И бывает, что и пальцы ломаются по-разному. Иногда бывает, что тело ломают. Аминь. Есть еще у нас вопросы. Если нет, то, наверное, два вопроса, Господи. Вы сказали по поводу стилей, как в Бахом Самспасе, если человек с разным порядком. Какой Ваш самый, не знаю, любимый стиль? Коронный стиль. А, коронный стиль? Да. Коронный стиль. Коронный стиль, это у нас, в основном, многие на чемпионатах мира, Европы, Азии пользуются только в Казахстан, Киргизии, Узбекистан, Узбекистан, в других странах. Просто смотрю группы, у меня, наверное, вверху, вверху. Как вам этого объяснить? Ну, если тянуть к себе, да, она же не придет, она вверху стояла, а если вверху потянуть, она быстрее придет, правильно? Ну, я так говорю, с верху, она где-то, ну, быстрее, и тут не прыгает. И старт хороший. Когда он нас занимает, за то, что у тебя старт хороший, я за свой старт и за спектр. Я и сам иногда здороваюсь, когда я с ним здороваюсь, он говорит, Акмал, а что у тебя такие руки мягкие, пальцы, как у девушки, да? Руки мягкие, а ты каждый раз приходишь и выиграешь. Как это у тебя получается? Как ты питаешься? Как ты тренируешься? Ну, как наш тренер говорит, что попадает на середине? Овощи, фрукты, все. У нас нет, честно говоря. Ну, они расстановлены. Вот сейчас современный спорт, вы сами знаете, все на анаболиках, на эти препараты, все мы. Вот из-за этого они очищаются, принимают разные допинги, и перед соревнованием очищаются. Из-за этого нашим спортсменам бывает тяжело бороться на аналитических играх, для чемпионов мира. Нам тоже тяжело, честно говоря. Потому что наша федерация, очень параллельская федерация, сильная, что проверяется каждый группу, проверяется каждый спортсмен, удобный контроль. Вот. У нас контроль очень сильный, и приходят во время тренировки, и приходят во время сбора, нас проявляют. Так что результат, добиться какого-то хорошего результата очень тяжело. и приходят во время тренировки. Вот вы прочеркнули то, что сейчас молодежь спортивная, она, возможно, может быть, мало деляется по времени. И скажите, пожалуйста, вы как, ну, уже по статистике вашей ведут, что вы очень сильный чемпион Азии и мира. Может быть, вы какое-то изставление от вас, вот, будущего спортсмена? Ну, честно говоря, весь, когда я начал заниматься спортом, в то время был домашний телефон. Ну, Райфа слушали, телевизор почти не был. А сейчас, знаете, молодежь на школе, да, вскоре интернет. Вес там тоже полезная, хорошая норма. Неплохой тоже есть. В основном интернет. Сейчас эндюр только и, наверное, на улице встречается, и видишь, что молодежи курят, спиртные, напитки разные, вот эти все. Энергетики. Энергетические напитки во время тренировки для хорошего кровообращения, вообще, там, разрешено, чтобы утреблять ее. Когда начинаешь тренировку, да, организм хорошо не согревается, и чтобы кровообращение хорошее было, надо энергетикой. А сейчас смотришь, девятый класс, ну, восьмой класс уже не ходят с этими энергетиками, там, Карлина, там, Шерексеев, что-то такое, да. А сколько у них, наверное, чего-нибудь занимается? Ну, есть, вот мы тоже собираем людей с ограниченными взводами, которые сидят дома, да. Уже надежду потеряли, да, все, я инвалид второй группы, или у меня ноги не работают, у меня руки не работают, да. Вот нашим уважаемым президентом тренировкам подходим к нему. Съемки показываем, тренировки показываем, а если показываем, фотографии показываем, и вытаскиваем людей с дома, чтобы заниматься, чтобы надежды не терять. Самое главное, чтобы надежды не терять. Как наш тренер говорит, я не говорю, что вы делитесь ограниченным, возможно, я не говорю, что вы не горите спортсмены, я вас называю профессионалом. Мы на всех видах боремся, плавание, на столе, кенис, мы даже в футбол играем. Даже наши ребята, которые со зрением в футбол играют, в шахматы играют. Честно говоря, между вами есть такие со зрением люди, которые даже могут быть. Людей, которые со зрением не выгодят спокойно. В шахматном по шашке напить. Несмотря на свои ограничения, мы уже занимаемся. Советуем людям тоже, да, вот здесь ребята сидят в хороших спортсменах. Ну, есть недостатки, вот у нас, друзья, тоже отрепляют газированные молочи. Газированный хлеб, очистительный, короче, сильный. Энергетика вот эти все ускореживают. Ну, потому что с зрением, молоко самое хорошее лучше. Для человека чай зеленый, хорошо. Thank you. Я, наверное, отрицаю всех присутствующих. Хочу выразить огромную благодарность вам и вашему тренеру. И сказать вам большое спасибо, потому что вы невероятные предметы подражания. Несмотря на то, что люди с ограниченными возможностями не сидят, как вы сказали, дома, а действительно стараются что-то делать. И делать это самое главное с огромным желанием и с удовольствием. Вот за это вам огромное спасибо. И сейчас, я думаю, хотелось бы, мы приходим к официальной части нашего мероприятия. Это вручение благодарности и день того вознаграждения. Спасибо. 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 Хотел бы попросить всех вас, чтобы, если будет возможность, да, какая может возможность остаться свободной, то, да, возможно, будут помолиться за меня. Пусть родители ваши и близкие, чтобы помолились за меня, чтобы я принес меня в связи с вами. Это будет очень большое. Это будет очень приятно, будет очень честно. Спасибо. Спасибо. Всем спасибо большое. Если кто-то хочет поговорить, то можно сфотографироваться с нашими уважаемыми гостями, пожалуйста. Спасибо большое.